Привет, ребята! Сегодня снимаем стартер Pontiac Vibe, Toyota Matrix, вольт, все что угодно, один ZZ двигатель, стартер находится под впускным коллектором. Кто-то так пытается снять, очень неудобно там подлазить, кто-то снимает пустой коллектор, здесь в принципе 5 болтов скинул, но не советую почему, потому что прокладка уже старая, на место поставить получится не очень хорошо, может быть подсос воздуха и по работе двигателя будут проблемы. Проще всего конечно снимается полностью блок, вентилятор и расширительный бачок охлаждающей жидкости. Здесь скрепится всего на двух блокиках, на 10, которые находятся по разным сторонам сверху и дальше он выходит с пазов защелки. Для этого снимаем переспускную трубочку в барлобины и дальше откручиваем два блокика. По левую сторону от нас, можем его замечательно разглядеть. Так же хорошо видно и с правой стороны. Прекрасный вид на стартер. Это мы видим втягивающий реле, стартер находится чуть глубже. Не помешает нам достать. Здесь же штыкирок, который снимается нажатием. У ноги просто сдергивается, но здесь немного сделано пахитрее. Далее стартер крепится у нас двумя болтами. Один нижний, вот он болт, хорошо видно. Он с этой стороны. Верхний у нас заходит с другой стороны. Я его немного выкрутил, чтобы виднее было. В принципе легко достать и открутить. Кстати, если вдруг захотите менять масло в коробке, то вот этот шланг сдергиваете, который идет на нижнюю трубку, она у нас заходит уже в коробку. Сверху выходит на охлаждение, а вот этот шланг сбросите, и с него у вас будет уже с теплообменника выходить грязное масло. Но этот способ указан в предыдущем видео про замену масла. Прежде чем раскручивать корпус, вот эти две длинные шпильки, вот эти винтики откручивать не надо, это держит щеточный узел, он прикручен к крышке и продается вместе с крышкой в комплекте. Самое главное и самое трудное, как обычно в мелочах, отверткой с закругленными краешками нужно вынуть вот эту пробочку. И вот здесь у нас находятся колечки. Я использую вот такой инструментик для разжатия этого кольца. Здесь пришлось стачивать поуже даже, потому что как бы стандартно и то не подходит. Очень маленькое колечко и очень маленькая расстояние между его усиками, чтобы воткнуть и разжать. Поэтому с этим делом придется помучиться. Вот на стопорное кольцо под ним еще есть шайба. Вот это очень маленькое расстояние, поэтому сюда трудно что-то либо запихать. И еще усики снабжены такими ушами. Поэтому вот эту прорезь. И обычно еще попадаются такие колечки, что можно как бы вот сюда подсунуть отвертку и вытащить его. Здесь этого тоже не получается. Поэтому единственная маленькая и трудная заминка будет у нас только с этим кольцом. А остальное уже как по маслу. Вот здесь куча пыли, уголем. То, что стерлся со щеток. И щеточки у нас стерлись очень хорошо. Дальше все разбирается очень даже элементарно. Держат магниты. Это тоже все нужно убирать, вымывать. Откручиваем два винта. Здесь тоже может быть небольшая проблемка. Потому что простой отверткой эти винтики не сорвать. Если возьмете простую крестовую отвертку, могут быть сложены большие проблемки. Поэтому лучше взять нормальную биту, которая у нас здесь будет хорошо держаться и не качаться. Значит, у нее будет зацеп по всей плоскости креста. Дальше вот эта восьмерочка. И хорошим бородком все это откручивается. И вот она упорит. После процесса разборки вид не очень-то хороший. Но открытая часть, понятно, там набивается песок. Здесь все у нас открыто и сюда залетает. То, что песок и вода, естественно, здесь видим уже среды ржавчины. Надо все очищать, промывать, смазывать. Это лучше дело, вот это замочить в керосине, наверное. Чтобы внутри тоже маленькая смазка отмокла. Сам ротор в ламельке более-менее в нормальном состоянии. Его шлифовать просто вручную нежелательно. Потому что можно сделать неровные ямы здесь. Лучше всего на вращении. Здесь нормально, не будем его трогать. Почистим только зазоры между пазов. Пройтись тоненьким шильцем, твердочкой тоненькой. Вкусно. Втягивающие. Втягивающие у нас вот это дело надо промыть. Потому что это старая смазка какая-то. На ней все налипло, как пластилин, как герметик. И здесь просто может подклинивать. Поэтому все это просто промыть. Не надо ничего смазывать. Никакой смазки. На нее липнет грязь. И поэтому потом, возможно, последствия нехорошие. Ну а щеточный узел мы берем с собой и идем в магазин. Почему с собой? Потому что в магазине вам могут просто-напросто продать точно такую же крышечку. Это идет в сборе с узлом. Но есть образцы, не знаю, как по номерам, но у них щетки. Здесь скос в одну сторону идет. То же самое, но только со скосом в другую сторону. Поэтому у ламельки у нас направления идут в эту сторону. И щетки должны быть в эту же направлены. Что бы вам ни купить, и потом ни ходить, ни менять, ни искать то, что нужно. Ну все, корпус промываем. Здесь тоже, это все остатки от щеток. Вот эта вся пыль, она у нас не дает хорошего контакта с ламелями со щеток. Все очищаем, собираем и ставим назад. Уже чуть меньше помучившись со стопорным колечком, уже понакатано в лучшем. Все, сейчас прикручиваю блок. Отключаем аккумулятор и забудем. Ну все, закончится замечательно. Процесс не очень сложный, но интересный. Так что держайте. Продолжение следует...